Приветствую вас, Максим. Давайте разберем ваш вопрос. Во-первых, хочется сказать, что упоминание таких вещей, как порция, да, в том числе, порция, скрытая, да, несмотря на то, что вывод, как мне кажется, верите? Тоже, я думал, что с точки зрения именно психологии в этом вам помочь мы не сможем, потому что психологии – это не та наука, где большое значение придается историям о порче и так далее, потому что наукой по-прежнему не доказано, что существуют подобные явления, подобные истории по типу порчи и так далее. Хотя, безусловно, существует влияние одного человека на другого. Так что это, вот, то, что влияние происходит, отрицает, на мой взгляд, несколько групп, как минимум. Следующий момент. Вы ушли из семьи своей. Вы ушли из своей семьи по причине того, что как я. понял, ваша жена вас ревновала. И ревновала она вас достаточно сильно. Получается, вот, что своими действиями убило вас чувство к ней. Своей ревностью, своей слежкой, давлением, нарушением личных границ. Вы, по сути, получается так, что оказались под очень серьезным давлением. Судя по тому, что я могу судить по давлением своей жены. И, на первый взгляд, можно сказать, что у вашей жены есть проблемы, у вашей жены есть. Проблемы ревности, например, могут быть, у вашей жены могут быть проблемы уверенности в себе и так. Так, блин, но. Мы говорим о вас. И я подумал. А что можно сказать вам в контексте ревности жены? Нет, не в том смысле, что вы спровансировали ее ревну. Нет, я немножечко не об этом. Я больше про то, как стало возможно, что ваша жена начала нарушать личные границы. А, ну, ваша. Вот. Вот что ваша. Понимаете? Какая штука. Почему жена позволяет себе нарушать ваши личные границы? Ну, позволяет делать то, что вам не нравится. Позволяет себе делать то, что откровенно вас напрягает, раздражает. А то и даже бесит. Не удивлюсь, если вам некоторые вещи, которые делает жена, даже вредят. В той или иной степени. И тогда я задаю себе еще один вопрос. А как я чувствую Максима? Вот есть, условно говоря, молодой человек, молодой человек, да, Максим, как я его ощущаю? Как он видит со мной, Максим. Как я его, Максима, в смысле, чувствую? И, ну, вы знаете, я бы сказал, что мне ощущается некая такая тревожность, мнительность, сомнение, неуверенность в себе. Вот, ну, это, вот, то, что я, то, что я чувствую. Ваша неуверенность в себе. Вот. А, может быть, вина? Я, я ощущаю, эээ, готовность к самопожертвованию с вашей стороны. Я чувствую раздражение. Когда я, вот, читал ваш текст, я ощущал раздражение. То есть, вроде бы вы, эээ, достаточно мягкий человек. Вроде бы вы, достаточно, эээ, такой человек, эээ, располагающий к себе. Но, в то же время, почему-то вызывающий, эээ, почему-то вызывающее раздражение. Для меня это стало очень, эээ, таким, интересным моментом. Не потому ли, эээ, ваша, ваша, эээ, жена нарушает ваши личные границы, потому что вы, к примеру, ей это позволяете, вы позволяете ей это вы, эээ, допускаете, что, вы, что ваша жена может так себя повести, вот. Потому что, может быть, вы немножечко сами не уверены, эээ, в себе и сами не уверены в том, а где, 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 где заканчиваются, эээ, личные границы ваши и начинаются границы жены. Вот, и, естественно, сейчас вы, эээ, боитесь, естественно, сейчас вы не хотите возвращаться, эээ, в семью, эээ, комментируя это тем, что, эээ, у вас, эээ, ушли чувства. Ну, я вам, эээ, в кавычках, эээ, по секрету скажу, что, эээ, абсолютно у любого человека, эээ, ушли бы чувства, если бы, эээ, его не уважали, если бы с ним не считались, если бы, эээ, его, ээээ, границы, эээ, личные, ээээ, ни во что не ставились бы, если бы человек, эээ, откровенно, скрыто не заявлял бы о том, что ему нужно, о том, чего, чего он хочет. Понимаете? Какая интересная штука, штука получается. То есть я хочу сказать, что, да, ваша жена, эээ, человек, тревожный. Ваша жена, человек, в себе неуверенный, это правда, но она, как мне кажется, неуверенным в себе сейчас. Ровно настолько, насколько вы, эээ, ей это позволяет, что она неуверенная в себе настолько, и контролирует вас, эээ, настолько, насколько вы сами, этого не делаете. Вот я бы, наверное, сказал бы, примерно, вот в таком ключе, я бы, наверное, сказал бы, примерно так. И мне кажется, что есть, есть, есть в, в вашей, эээ, жизни, вот такие, эээ, сферы, или, такие, шерсти вашей жизни, ээ, ну, от которых Вы, мягко, 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 мягко. говоря, не в восторге. Есть такие сферы в вашей жизни, где вы, может быть, чувствуете себя неуверенно, может быть, возникают противоречия. Ну, мне кажется, что противоречия вообще. Ваши довольно счастые друзья в вашей вот такой психологической жизни. И я уверен, что вас это тяготит. Нас тяготят ваши сомнения. Потому что вы нуждаетесь, и я уверен, вы стремитесь, и я уверен, что вы искренне это достаточно делаете, к тому, чтобы существовать в какой-то стабильности, какой-то определенности. А этого нет, и вам из-за этого достаточно сложно мне кажется так. Хотя, безусловно, я могу в этом ошибаться и могу в этом быть неправ. Так, что нужно сделать? Ну, как вы поняли из моего, я надеюсь, не самого скучного рассказа, что одна из проблематик является то, какую мысль или какую идею вы по факту транслируете своей жене. И что ревность вашей жене, безусловно, является особенностями ее личности и особенностями ее опыта. Но, как бы, с вами я так понял, что это усилилось в какой-то степени. Так вот, то послание, которое вы ей транслируете, является само по себе результатом вашей психической деятельности, является результатом вашего поведения, является результатом того, как вы выстраиваете свою жизнь. Вот. Вот это вот, наверное, требует корректировки. То есть сейчас вы, мне так кажется, своей жене посылайте примерно такую мысль, что внешне я контроля не хочу, вот, но ты меня, пожалуйста, контролируй, потому что я сам могу сделать какую-то глупость и потом за эту глупость вполне вероятно буду себя винить. И, как мне кажется, как мне кажется, вот ваши ссоры с ней, это в том числе и следствие не дифференцированного потребности защищенности, которую вы, опять-таки, транслируете своей жене. Ну, понятно, что, как бы, есть разные варианты, это понятно, понятно, что не только в этом дело, и что ссора, это в целом такой образ жизни людей, это способ выразить свои чувства, способ снимать напряжение, способ избегать нежелательного компакта, вот, это средство выразить, простите, вызвать у партнера определенные чувства, например, чувство вины, чувство жалости, чувство злости и так далее, вот. То есть, это все для чего-то вам нужно. Самое главное, если вы посмотрите на то, когда начались ссоры, вот самые первые ссоры, если вы посмотрите, когда начались, как они начались, точнее, то вы увидите, что, вот, это не что-то такое в моменте происходящее. Ссора – это больше, что происходит, как отложенный вызов, отложенный взрыв, отложенная какая-то эмоция, отложенная реакция, например, например, например. И, мне кажется, что это важно, то есть, поскольку вы, вероятно, не уверенный в себе человек, и человек, который может сомневаться, человек, который болезненно достаточно реагирует на противоречия, вот, вполне вероятно, что от каких-то чувств, от каких-то желаний, мыслей вы склонны отмахиваться, даже несмотря на то, что это ваше, несмотря на то, что вам этого может хотеться. А потом это вам орукается, орукается в виде, вот, скандала. Я думаю, что у вашей жены, если бы вот спросили, как вот она могла бы описать вас, ну, несколькими фразами, фразами, я бы, ну, я думаю, что она сказала бы примерно следующее. Он сам вроде хочет, но когда я делаю то, что он хочет, то он меня за это ругает или ему это не нравится. Я думаю, так. И ваша неуверенность в силу того, что у жены есть особенности, передается и ей. И в итоге возникает конфликт. Вот. Поэтому, прежде чем возвращаться к себе, вам нужно вот эти моменты разобрать и в хорошем смысле слова, в коротем смысле слова, перестать давать жене возможность соревновать, но не и наручать ваши личные границы, но не каким-то подавлением, да, или там, доказательствами или просьбами или директивами, приказами, принуждением, насилием, а именно через заполнение вот этого пространства, где мог бы быть ее контроль, чем-то своим. Ну, и адекватное отстаивание, конечно, этого, адекватная защита, конечно, этого, безусловно, без этого никуда. А вот, ну, а вот, так сказать, нарастить эту массу, чтобы она заполнила пространство, где сейчас контроль вашей жены. Научиться защищать, это отстаивать, научиться говорить о том, что происходит с вами, вы сможете в процессе психотерапии. Если хотите сохранить свою семью, или если, допустим, ну, просто в целом хотите быть счастливым, потому что, если у вас усли чувства, не важно, что не важно, почему, вот, хоть мое предположение, из-за угрозы, вот, ну, то есть угрозы того, что вот я сейчас чувства проявлю, а мне потом, ух, как, вот это все аукнется, вот. Если чувства ушли, они могут уйти, действительно, совсем, и, действительно, не очень хорошо, что, допустим, ребенок видит, как его родители живут без чувств, вот. Так что, ну, может быть, нужно допускать тот вариант, что, ну, чувства не вернутся. Ну, это не значит, что вы, что вы не будете счастливы, это не значит, что ваша жена не будет счастлива, это не значит, что ваш ребенок не будет счастливым. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь, она поможет начать работу над собой вам. Желаю всего самого доброго.